всем привет вы видите и слышите лёшу халецкого это значит что вы на канале лёша играет и в эфире очередной выпуск мнение дилетанта кстати помните эту мою буденовку кто давно у меня на канале то раньше у меня как раз аватарка была что я в этой буденовке сижу ну давайте ближе к делу надо поговорить о многих важных вещах без нас мир их не решит сегодня это кризис с беженцами в европе честно говоря меня сподвигло записать видео по этому поводу вот эта истерия как мне кажется которая происходит средствах массовой информации особенно в наших странах в том плане что европа гибнет ей пришла хана скоро беженцы заполонят все и вся и исламские штаты европы станут реальностью в общем все совсем не так и я как человек живший в нескольких странах европы именно жившие они бывшие там туристом хочу вам некоторые мифы по этому поводу развенчать и объяснить в чем дело ну и естественно я жду ваших комментариев под этим видео ваше мнение по этому поводу особенно от людей которые живут как раз сейчас за рубежом я знаю у меня многие смотрят не только из россии белоруссии украины но и из стран европы тоже могут меня поправить в общем начнем с того что европа для европы это не первые набеги беженцев столько беженцев было и в европу и из европы за всю историю существования что там уже знают что надо делать я вам хотя бы напомню что в семнадцатом восемнадцатых тире когда там у нас гражданская война закончилась в россии сколько было беженцев из россии сколько было беженцев во время первой мировой войны второй мировой войны из стран в страну да и потоки из азии и африки в европу они нескончаемы они были будут есть так что не в этом проблема не в том что побежали беженцы и даже не совсем в том что их такое большое количество проблема в том что просто власти европы не успевают их так сказать регистрировать действительно есть большая проблема в том что могут просочиться террористы из игил то есть никому не хочется пускать на свою территорию людей которые будут убивать твоих граждан но при этом почему-то у нас многие считают что в европу едут какие-то маргинальные слои то есть до этого да так и было там знаете вот эти нищие негры из сомали какой-нибудь там ну где-то всякие проблемы щадо из судана такое есть несколько людей там какой-то процент определенные среди этих беженцев есть да но на самом деле эта волна сейчас это волна среднего класса среднего класса из сирии из ливии что в ливии тоже большие проблемы там не устаканилось все из ирака тоже ну в общем где везде где-то исламское государство хозяйничает то есть это едет средний класс и на минуточку чтобы вообще перебраться через средиземное море они там платят тысячи долларов платят тысячи долларов там вот этим контрабандистам и так далее то есть это едут люди у которых есть деньги вы посмотрите на эти репортажи там по евроньюз но я не знаю где вы смотрите среди как эти люди одеты и что они там один рассказывают вот я жил в сирии у меня была автомастерская и прямо человек расскажет держит там айфон в руках ну вот горит еду сейчас пока конечно чтобы можно было жить то есть это едет реально средний класс я например был бы абсолютно не против если бы тысяч десять этих беженцев осела бы в беларуси потому что мало того что у них есть деньги на начальное какое-то житье так это люди еще и с какими-то определенными навыками и люди которые как-то сказать то есть решиться на то чтобы покинуть свой дом это тоже должен быть определенный склад характера и определенное стремление лучше как это рассказать но и к тому же предприимчивость вот лучше так предприимчивость то есть это люди предприимчивые и они вполне могут вот то болото которым сейчас является беларусь где всякая предприимчивость забита предприимчивого у нас только несколько людей там верхушки власть а так как всегда в наших странах инициатива имеет инициатора то эти люди бы тут пришлись бы кстати но они почему-то не в беларусь бегут и даже не в россию кстати а почему-то вот всякие западные страны и проблем вот обратите внимание что правительство этих стран не говорят о том что они не хотят принимать этих беженцев они говорят именно о том что никак у них не хватает возможности их зарегистрировать там распределить по странам вот вот в этом проблема они в том что европа сейчас утонет под волнами беженцев это именно те беженцы вот это тот класс людей которые которых хочется принимать в своих странах да там есть конечно проблемы что разные религии но вот этот средний класс я думаю что средний класс в любых странах между собой может не договориться вот ну взаимодействовать и они вполне могут слиться со средним классом той страны куда они приедут потому что это люди предприимчивы еще раз повторю люди которые вынуждены вот уехать но к тому же у них есть деньги на это и то что они уже уезжают из своих стран значит что там действительно очень плохо потому что ну не бывает такого что человек по собственной воле готов уехать с насиженного места где у него есть бизнес где у него есть родственники уехать просто так то есть для этого надо очень серьезно его потревожить потормошить поэтому я не думаю что вот эта волна беженцев будет плохо для европы раз думаю что это будет благо но естественно есть минусы что при этом могут как правильно многие опасаются в европе что могут просочиться какие-то террористы из или вернуться просто домой но знаете про это не очень интересно говорить мне больше интересно поговорить о том как страны европы по-разному реагируют на эти волны беженцев обратите внимание все все те страны которые раньше были под влиянием советского союза то есть бывший совок они прям огораживаются строят стены как там венгрия да то есть всеми правдами и неправдами пытаются отпихнуться от этих беженцев ну и при этом самое что интересное что беженцы как раз в эти страны не стремятся беженцы как раз в эти страны не стремятся они хотят эти страны транзитом проехать какую-нибудь нормальная западноевропейскую германию австрию великобританию и так далее а все страны бывшего советского это сказать концлагеря извините я думаю много есть поклонников советского союза не какой же это концлагер просто советского лагеря не все там выступают со всякими митингами там словакия польша венгрия то же самое то есть куда эти люди как раз не хотят где они не хотят сидеть там выступают нет против запретим то же самое как и россии касается хотя как мне кажется еще раз повторю вот именно эта волна беженцев было бы очень неплохо их заполучить потому что это средний класс но почему-то там выступают люди которые считают что эти при люди приедут у них в работу позабирают вот с такой фигней всякой я не представляю как можно приехать и забрать работу я кстати в этом плане демократичен и если приедет сирийц например да который лучше меня будет делать видео по циви то в этом виноват я а не сирийц в том плане что и конкуренция это нормально если человек лучше меня делает мою какую-то работу то видимо он должен работать здесь вот я исхожу из этого просто конкуренция здорово это всегда двигатель прогресса а когда у нас почему человек в беларуси должен на какой-то должности работать только потому что он беларус при этом работать фигово мне непонятно я я не настолько националист чтобы работу раздавать исходя из каких-то из месторождения из красоты там из-за цвета глаз и так далее и так далее то есть для меня реально беларус тот кто здесь в беларуси хорошо работает пусть он при этом будет мусульманином родившимся в баку там не знаю ну можно долго перечислять да то есть для меня беларус тот кто приносит стране пользу для меня вот это человек патриот а не тот кто у которого взять анализ крови он будет блин генетически тут в двадцать шестом поколении поэтому не верьте вот этим ну по моему мнению опять же как вы как хотите можете верить не верьте вот этим психованным репортажам истеричным о том как толпы беженцев заполоняют европу и там все плохо становится я как раз думаю что вот эта волна беженцев из сирии для европы будет благо и тем более еще раз повторю что этих волн беженцев европа было очень много у них огромный огромнейший опыт в этом плане они и с этой волной тоже справятся и выйдут из нее более сильными если хотите при этом естественно не там странно видеть что какие-то социалисты коммунисты требуют для этих беженцев каких-то ну вообще вы знаете я еще раз обращу ваше внимание что в европе несколько другие несколько по-другому к людям относятся и там вот то что им приносят одежду еду это вполне нормально просто потому что в европе реально очень как я вам лучше объяснить чтобы это не выглядело каким-то какими-то сказками лучше так сказать в европе есть даже такое понятие food sharing люди меняются едой бесплатно или отдают свою еду бесплатно кому-то другим потому что в европе проблема даже этой европы касается и америке касается любых разве развитых стран проблема даже в том что слишком много еды которая выбрасывается более того идешь по городам его ну я буду вену в данном случае приводить идешь по городу по вене там очень много бомжей которые спят на улице не на улице скорее там в переходах спать кстати никто не гоняет но при этом эти бомжи выглядят у них одежда лучше чем у меня понимаете в магазине то есть прожить в европе не проблема вот в чем дело и получить какие-то минимальные возможности для того чтобы жить для того чтобы питаться нормально одеваться нормально это не проблема если у человека есть желание он сможет всегда найти себе эту найти работу вот все проблемы там в испании там проблемы с безработицей не в том плане что нету работы а в том плане что нету работы на стой оплатой труда которые вот позволит испанцам некоторым которые взяли кредиты на квартиру оплачивать этот кредит так далее так далее вот в этом кризис а не в том что вообще нету работы прям некуда деться и именно поэтому например я помню те венгры которые сейчас огораживаются от бедных сирийцев стеной я прекрасно помню как в 96 году в 97 98 еще когда не было шенгена ездили такие на таких старых даже на жигулях по моему ездили венгры по пригородам вены и собирали выкинутые стиральные машины холодильники потом везли к себе венгрию там их чинили и продавали за какую-то денежку то есть для австрийцев венгры были вот такими побирающимися бомжами однако почему-то не было каких-то выступлений давайте запретим венграм приезжать в австрию хотя еще тогда не было шенгенской зоны тогда для того чтобы приехать в вену надо было про и проходить границу с польшей потом границу с чехией потом границу с австрией сейчас просто вот прошел польскую сразу можно ехать спокойно так вот этого ничего не было тем более что вена это интернациональный город я могу сказать что по переписи населения последнего в вене живет только треть треть из всего населения австрийцы все остальные это жители других национальностей ну немцы я лучше так скажу немцы то есть граждане австрии может там и больше чем треть именно вот коренные австрийцы там всего лишь треть населения и две трети другие национальности и для вены это нормально всегда было таким городом интернациональным и там никто не будет кричать ну было время когда был австрофашизм это найти австрофашизм был совершенно отличные от немецкого национал фашизма от нацизма там тоже старались пока не пришли пока не было аншлюса австрии там все-таки никто не гонял евреев и не было вот такого нацизма оголтела так вот те нации которые только недавно еще ездили по затворкам развитых стран собирали стиральные машины холодильники сейчас больше других кричат что не пускайте к нам беженцев из сирии я не знаю вот мне даже интересно откуда этот такой как сказать национальные комплексы такие странные почему это так происходит но к ним никто и не стремится собственно и вы посмотрите лучший друг сирии по заявлению владимир владимирович это россия но почему-то беженцев в россии сирии как-то не видать то они всей волной несутся в европу тоже вопрос интересный при этом в россию даже вот сейчас белорусы стали возвращаться из заработок в россии я вам кстати вполне серьезно говорю что вот за август август официальные данные средняя зарплата в беларуси стала выше чем средняя зарплата в россии такого не было я даже не знаю когда сколько такого не было я думаю что ненадолго я думаю скоро у нас тоже лясница все после выборов но сам факт и у меня даже вопрос не уезжают ли у вас там таджики обратно в свой таджикистан так что не стоит не стоит недооценивать европу не стоит недооценивать этих беженцев нищих которые на самом деле не нищие это люди которые могут с из-за себя постоять и себя обеспечить которые я думаю будут хорошим подспорьем для нынешней европы ну и жду ваших мнений в комментариях по этому вопросу мне кажется что тема интересная и тут много чего можно обсудить на этом все вы видели слышали лёшу халецкого мнение дилетанта посмотрите кстати там по ссылочкам походите по плейлисту всему посмотрите другие мои видео там тоже много вопросов интересных а на этом все спасибо что досмотрели до конца пока